Ну, да, я не понял, ты мне сказал, я не понял. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил субтитров Добавил субтитров Так, хорошо, сейчас, Андрей? Сейчас хорошо видно, слышно вас тоже. Хорошо. Что у нас, две минуты до старта? Я думаю, две минуты и будем начинать. Спасибо. 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 Здесь, друзья, я думаю, можем начинать, наши коллеги будут потихоньку заходить. Хорошо. 13.59 как раз после часа. Ну что, тогда стартуем. Добрый день всем. Сегодня нашей темой для нашей беседы являются принципы построения физической подготовки для хоккеиста. Конкретно мы будем говорить уже именно об общем, в принципе, мы будем уходить сейчас в детские такие, врослые такие, то есть поговорим об общем смысле построения тренировочного процесса в мире. Что с вами хочется сказать. Для того, чтобы тренировать любого спортсмена в любом виде спорта, нужно понимать, как функционирует его двигательная система в комплектном виде спорта. Всегда я люблю приводить пример в плане технической подготовки и сравнения с автомобилем. Если сравнить с автомобилем, с любым, то здесь какой пример сразу же хорошо положится, да? Допустим, пример Формула-1. Там определенные задачи, да? Там максимальная скорость, очень хорошая управляемость, очень мощный двигатель, аэродинамика и так далее. Это самое главное. Береть, да, Формула-1. Если мы возьмем какой-нибудь ралли Париж-Дакар, да, из дома КамАЗа там, естественно, мы туда поставим Формулу-1, она проедет 20 метров, закопается в песок, а вот КамАЗ, у которого 6 ведущих мостов, большая резина, опять же, мощный двигатель и там, и там есть. Есть определенные детали, которые требуют определенных настроек и кто-нибудь в другой области, да? Если мы пойдем дальше, какой-то там просто там автомобиль для транспорта, да, для общественного пользования, там уже будет выходить на первый план комфорт. Опять же, какие-то определенные, но не критичные параметры в плане быстроты езды, безопасности езды. То есть для каждой задачи есть свой автомобиль. Также и для каждого вида спорта есть своя двигательная функциональная система. Для хоккея это своя двигательная функциональная система. Для плавания там уже будет совершенно другая двигательная функциональная система. Для боксера, допустим, еще другая двигательная функциональная система. Для штангиста опять же своя двигательная функциональная система. Чтобы понять, что это значит, что я имею в виду под этим выражением двигательной функциональной системы, то есть нужно взять соревновательную деятельность, оценить, какие в первую очередь основные мышечные группы позволяют нам там передвигаться. То есть какие у нас двигатели, самое главное, как происходит обслуживание этих двигателей, системы репетативного обеспечения, опять же, пример на автомобиле, как топливо у нас там выставляется, инжектор, пробуратор, как бензонасос работает, какой бензобак большой, маленький нам нужен, критичный, не критичный. Какие технические элементы должны выполнять спортсмены у нас, да, какой набор технических элементов, то есть, допустим, если это штангист, у него всего два технических элемента, которые он выполняет, да, рывок, толщок, все, там больше ничего нет. Такие наборы элементов, он огромный, все это выполняется на льду. Естественно, требования там будут совершенно другие, требований будет гораздо больше. Так вот, чтобы понять, как нам тренировать хоккеиста, надо сначала разобраться, как функционирует ее двигательная система в игре. Как я уже говорил, мы уже начнем с основных мышечных групп. Задача какая? Максимально быстро, для начала максимально быстро передвигаться на коньках. Для этого нам нужны мощные толчки ногами. Мощный толчок ногами у нас осуществляется в первую очередь за счет разгибания колени и разгибания в тазобедренном суставе. Так? Так. Самые главные мышечные группы при разгибании колена – четырехглавая мышца. При разгибании тазобедренного сустава – это ягодичная мышца. Следовательно, для хоккеиста эти мышечные группы будут основными и главными, над которыми нужно будет работать для того, чтобы он смог быстро передвигаться по льду. Дальше у нас идет мышцы корпуса. Я не люблю слово «кор», но в принципе «кор» тоже понятно, да? То есть для того, чтобы у нас все тело имело возможность быстро менять направление, применять силовые приемы, осуществлять броски. Оно должно быть очень крепким, да, чтобы у нас все цепи, начиная от толчка и заканчивая какого-то движения плечом, были такими едиными, да? Чтобы у нас не было болтанки какой-то. То есть даже пример приводить, да? Как березка на ветру болтает, вот такого не должно. Хоккеист должен работать, перекладывая корпус в правую и левую сторону, всегда очень четко. Для этого нужно адекватное развитие мышц корпуса. Опять же мышцы рук, то, что касается верхнеплечевого пояса, тут возможности в плане развития мышц, они не критичны. В отличие, допустим, от того же борца, у которого эти показатели должны быть сумасшедшими. Но нам в первую очередь нужны адекватные объемы на плечевом суставе. Это грудная мышца, дельтовидная мышца, сзади ромбовидная, пациевидная. Для того, чтобы просто-напросто минимизировать риск травматизма. Такой контакт на игре, да, как хоккей. Ну, естественно, все-таки для того, чтобы применять силовые приемы, будет мощнее осуществлять броски. Это тоже идет в помощь, но это не первостепенный факт. То есть, что касается мышц, мы сформировали основные мышечные двигатели. Мы понимаем, за счет чего двигается хоккеист. Значит, первую часть, да, пазла такого составляющего мы, можно сказать, расслабили в этой системе. Второе. Для того, чтобы хоккеист играл длинную смену, для того, чтобы хоккеист быстрее восстанавливался между смен, для того, чтобы он играть в таких смен имел возможность большое количество, да, нам нужно за игру порядка 20 или иногда, может быть, до 30 смен, если человек получает достаточно игровое время, нам нужно, чтобы возможность к этим ускорениям, она все время восстанавливается. Для этого нам нужно адекватное вегетативное обслуживание. Простым языком сказать, нам нужно, чтобы адекватно работали легкие, адекватно работало сердце, вся сердечно-сосудистая система. Капилляры, сосуды, сердце, опять же, легкие, ну и все остальные органы, там, печень, почка, это понятно, просто это уже более глубоко. То есть обслуживание нашего мышечного аппарата должно быть на высоком уровне, но оно не должно стремиться, так скажем, к тому уровню, какой есть у лыжника или у гребца. Для хоккеиста этот уровень должен просто быть адекватным в его соревновательной деятельности. Далее, технические элементы, даже не технические, наверное, а для выполнения технических элементов, как в катании, так и при бросках, нам нужны определенные геомеханические характеристики. То есть нам нужно посмотреть для катания на коньках, какие углы нам нужны для того, чтобы выполнить мощный, сильный толчок. Нам надо посмотреть, какой объем движения в ключевом суставе, в нашем грудном отделе, нужен для того, чтобы хорошо, сильно бросать, легко перекладывать корпус, опять же, спокойно чувствовать себя на льду, не быть зажатым и сковым. Это тоже важный момент, чтобы понимать, да, что если мы толкаемся на коньках, не будем оставаться в низкой посадке, то мы сразу же потеряем скорость, какая бы мышца у нас сильная не была, если мы катаемся на крыльных ногах, нам это не поможет. То есть это вот биомеханические характеристики, которые по-простому, они просто будут переходить в технику катания, в технику владения пюшкой и шайбой, они тоже очень важны. Это даст нам понимание, какими упражнениями потом будем вызывать наши основные мышечные группы, наши двигатели. То есть в принципе, по большому счету, вот это основные параметры, которые нужно понимать для того, чтобы в дальнейшем составлять план подготовки. Я надеюсь, здесь в принципе довольно-таки ясно и непонятно, да. И сейчас мы немножечко более детально пройдемся по всем этим компонентам. Для начала я хочу раскрыть 8 факторов, определяющих способность хоккеиста на льду. Эти факторы, они есть и как в МХЛовских программах, так и индивидуальных тренеров, которые тренируют спортсменов не только в хоккее, там, американский футбол, бейсбол. И, кстати, почему многие серьезные очень конторы, которые, я говорю, давали не маленькие деньги за подготовку спортсменов, они имеют готовить спортсменов в любых видах спорта практически. Ну, по крайней мере, там, американский футбол, бейсбол, бейсбол, хоккей, без проблем. Даже индивидуальных спортсменов, даже штангистов, они готовы, бейсболнов. Несмотря на то, что требования по двигательной функциональной системе, они разные, но у них есть понимание просто, как она функционирует, и на чем делать акцию. Поэтому они и умеют готовить, и готовят довольно-таки хорошо. Итак, факторы работоспособности хоккеиста на льду. В первую очередь, это техника. Техника катания на коньках, техника владения плюшкой шайбы. В плане физической работоспособности, это значит, что, если у нас хоккеист с хорошей техникой, он будет, прилагая меньшие усилия, выполнять определенные технические действия. Если у нас у человека страдает техника, допустим, катания на коньках, какие бы сильные ноги вынесли в ней не были, он будет огромные потери мощности отуществлять для передвижения по льду, и, естественно, уставать, отуществляться будет гораздо быстрее, чем человек с правильным титом. То есть человек может быть слабее, он хуже подготовлен в плане физическом, но за счет техники он все равно может выиграть даже на простом таком тесте, допустим, 5-54. Люди, которые технично катаются, иногда имеют там лучшие показатели, да, а потом идем в лабораторию, смотрим, да, а вот этот физический, готов, хорошо. И здесь в этом плане всегда тренеры многие, которые работают в поле, которые работают на льду, они, так скажем, с недоверием, а относятся к показателям, которые приносят какие-то специалисты из лаборатории. Они видят в поле, потому что 5-54, есть тестирование, этот быстро пробежал, этот медленно пробежал. Им приносят результаты с тестирования, с лаборатории, а там все наоборот. Этот лучше, этот физический. Вот здесь обязательно нужно посмотреть на технику. Скорее всего, тот, кто в лаборатории лучше, он просто надо кататься. Вот и все. А с другим человеком все наоборот. Он имеет определенный уровень подготовки, но при этом великолепную технику катания. В итоге он все равно выиграет. Поэтому техника основных элементов на льду это очень серьезный показатель для физической способности. То есть тут нужно понимать, мы делаем их сильными и выносим, но техника всегда возьмет свое. Дальше. Это второй фактор – размер мышцы. Ну, во-первых, изначально у каждого человека есть определенное количество мышечных волокон в основных двигателях. Для нас четырехглавые ягодицы. Кто-то рождается, к примеру, у него полторы тысячи мышечных волокон, кто-то у него тысяча мышечных волокон. Вот этот фактор, он генетически предрасположен. Очень сильно изменить количество мышечных волокон нельзя. Но что можно сделать? Можно увеличить эти мышечные волокна в объеме за счет работы на мышечную гибридографию. То есть, опять же, аналогия с машиной. Что нужно сделать для того, чтобы машина поехала быстрее? Самый простой вариант – нужно сделать мощнее двигателя. То же самое со спортсменом. Если мы хотим, чтобы Киес начал двигаться быстрее, нужно сделать, чтобы его ноги стали сильнее. Для этого первым этапом идет мышечная гибридография – увеличение объема мышцы. Тут тоже, я думаю, все ясно и понятно. Второе. Когда мы уже создали объем мышцы, мы подходим к так называемому нервному мышечному фактору развития силы. То есть, тут есть два параметра, очень важных, которых нужно понимать. Есть количество импульсов, да, и силы этих импульсов, которые идут из головы, из нашего мозга, к простому, да, к мышцам. Есть возможность мышцы рекрутировать мышечные волокна. И то, и другое – это, как говорят авторитетные издания, это тренируемый фактор. Человек простой имеет возможность рекрутировать там примерно порядка 70% мышечных волокон, которые у него есть. Берем, опять же, допустим, около 1000 есть у нас мышечных волокон, простой человек 700 только может рекрутировать. Остальное он просто не умеет рекрутировать, они у него лежат, но в музыке он не использует. А штамнист, к примеру, может рекрутировать 95-98, там практически предельное количество мышечных волокон. Так вот, умение рекрутировать все и включить всю мышечную массу, все количество мышечных волокон в работу – это и есть нервный мышечный фактор силы. Создали объем. Второй момент – научили эту мышцу включаться полностью. Да, тут тоже, в принципе, большого счета, я надеюсь, что понятно объяснил. Третий момент – научились применять силу в мышце, но в итоге на льду у нас выиграет тот, кто имеет способность применять эту силу за короткий промежуток времени. Если один у нас может толкнуться сильно, то есть приседать с большой массой, но при этом развиватели ног будут это делать долго, а один с такой же силой сделает это быстро, то мы получим то, что быстрый спортсмен будет передвигаться все-таки быстрее по льду. Что это значит? Это просто-напросто умножение силы на скорость – это получится мощность. Чем выше мощность основных мышечных групп, тем у нас быстрее хоккеист найдет. То есть здесь даже, наверное, глубоко дальше куда-то лезть не надо, понимание просто есть. Есть сила, но есть временные рамки, которые подключаются в нашей игре. Нам нужно применить силу в более короткий промежуток времени. Получаем мощность. Итак, дальше. Для того, чтобы эти мышцы не сделали у нас два толчка, сделали их много, а потом имели возможность устанавливаться, у нас должен быть достаточный уровень силовой выносливости. То есть именно выносливости локальных или хотя бы региональных, основных мышечных групп. Опять же, если мы вернемся, допустим, к плосу или боксеру, у них самое главное – их выносливость верхнего ключевого пояса и корпуса. Для хоккеиста самое главное – выносливость ног, корпуса. Вот это разница в двигательной функциональной системе. Борец может там отжаться бешеное количество раз, потянуться бешеное количество раз, но на ногах он не сделает такой объем работы, допустим, приседаний, как сделает хоккеист или какой-то конькобежность. Вот тут разницу надо понимать. То есть нам нужно сделать мышцы наши, которые мы сделали сильными, чтобы они могли долго работать. Шестой фактор, я уже немножко его коснулся, это адекватное вегетативное обслуживание всех систем организма, той мышечной массы, которую мы включили. Естественно, самое главное – это сердечно-сосудистая система. Как многие говорят, давайте дыхалку нам надо тренировать. Ребята, помните одну вещь? В учебнике психологии написано, что дыхание не лимитирует работоспособность никакого спортсмена, даже человека вообще. Всегда лимитирует доставка кислорода через сердечно-сосудистую систему к мышцам. То есть лимитирует сердце. Насколько много оно может доставить крови к работающим мышцам, да, и все это зависит еще от, какая мышечная масса хочет забрать кислород. Если мы будем сгибать пальчиком, мышца активна, да, но крови туда у меня доставляется как бы запрос крови маленький. Естественно, спокойно у меня даже пульс не поднимется, у меня обеспечение кислородом здесь будет элементарно. Но когда мы выйдем на лед, включим туда броски, силовую борьбу, массив мышечной массы будет огромным, естественно, запрос к кислороду будет огромным. Я сейчас не беру такие факторы, где есть кислородная емкость крови, капилляризация мышц, это и так, в принципе, как и больше локальная мышечная масса. То есть мы берем возможность доставки кислорода к мышцам. Понятно, да? То есть в плане обслуживания мышц вот этого фактора одного, его уже достаточно. Но здесь что самое главное нужно понимать? Здесь не всегда чем больше, тем лучше. Если посмотреть на тестирование, которое мы сейчас проводим, да, среди всех команд, хелл, 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 то определенным таким нормативом является потребление кислорода, килограмм мышечной массы, да, на велосипеде в момент начала закисления, то есть на анаэробном пороге. Или точка респираторной калитинстации, как это более правильно называется, но и то, и другое. То есть в момент начала закисления, после чего человек начинает вставать и останавливаться. Вот чем больше кислорода он потребляет в этот момент, тем лучше. И вот это количество кислорода, если оно вставляет порядка 40 миллилитров на килограмм массы тела, то можно быть спокойным, что хоккеист будет хватать этого кислорода для того, чтобы держать темп игры, восстанавливаться от смены к смене и спокойно играть все три периода, возможно, вверхать. Лучше ли 42? Ну, естественно, лучше. Лучше ли 44? Естественно, лучше. Чем больше, тем лучше. Но, ребят, поймите одну вещь. Стремиться сделать из 44, 45 и тратить на это огромное количество времени, не считайте, что это время вы просто потратите. Гораздо лучше уже уделить внимание другим факторам, которые лимитируют спортсмена. Потому что у каждого спортсмена что-то лимитируют. Либо одно, либо второе. Может ничего лимитируют, а может наоборот лимитируют все. То есть, почему не максимальное развитие, да, сердечно-сосудистой системы, а адекватное в соответствии с инфором? Для лыжника, еще раз повторюсь, то есть, объем сердечного выброса – это критичный показатель. Там, если не будет у тебя определенного употребления кислорода, да, и не будет определенного, пока ты просто не сможешь в этом спорте стать достойным спортсменом. Хоккей – это возможно. То есть, надо это понимать. Не максимальные значения, а адекватные значения. Седьмой фактор – это состав тела. Под составом тела просто-напросто это понимается отсутствие лишней жировой массы, то есть балластной массы. Для хоккеистов диапазон, как правило, 10-14% жира – это более-менее нормально. То есть, 10-12% – это вообще классный суть. Меньше – тоже не очень хорошо, потому что жир все-таки это один из источников энергии, особенно в состоянии покоя, в состоянии сна. Так что, 10%, там, 9 хотя бы должно быть хоккеистов. Но если вы уходите за 14, это уже есть не вес, это лишние килограммы, которые нужно обслуживать, которые нужно паскать, на которые нужно тратить лишние силы. Хотя, надеюсь, тоже все понятно. То же самое, как лишний килограмм вы надели просто себе, положились в карманы, с ним катались. Как жалею. И восьмой фактор – это мобильность суставов. Мобильность – значит подвижность. У меня иногда тренеры спрашивают, мобильность – это как? Это быстрота передвижения? Нет. Под мобильностью тела всего понимается именно возможность хорошего объема движений в тех суставах, которые должны иметь хороший объем движений. Я уже немножко когда рассказывал про катание, я затронул эту тему, то есть, что тут нужно сразу же учесть и важно понимать. Какой-то сустав должен быть мобильным, какой-то должен быть стабильным, да? Потом вернемся к этой теме более детально объяснить. То есть, еще раз, да, я сейчас пройдусь по эти восьми показателям, кто хочет, может записать, законспектировать. В первую очередь техника, да? Второе – размер мышцы. Третье – силы мышцы. Четвертое – мощность мышцы. Ну, естественно, не конкретно мышцы, а мышечная группа в основном двигателя. Пятое – это выносливость мышц. Шестое – это адекватное вегетативное обслуживание всего мышечного объема, да, нашего, который отключается в работу в хоккей. Седьмое – состав тела. Нам нужен нижний вес. И восьмое – это мобильность наших суставов. То есть, нам нужно убрать все ограничения. Сейчас мы уберем то, о чем мы уже, допустим, поговорили, да, мы говорили о технике катания. Сейчас мы это уберем уже за скобки, да. Мы просто должны понимать, что это также влияет. И начнем уже потихоньку осматривать, что нам нужно сделать для того, чтобы действительно спортсмен у нас имел возможность двигаться быстро и имел возможность к повторным спринтам постоянно как в течение одной смены, так и в течение всего матча. То есть, нужна нам одна интенсивная смена, и второе – нам нужно максимальное количество таких интенсивных смен в течение матча. А может быть, даже и больше. Овертайм. Один, второй, третий. Иногда команды играют для семьи. Знаете, как мы случаем. Итак, размер мышцы. Размер мышцы – это мышечная гипротрофия. Учитывая последние, скажем, веяния, нужно понимать, что у нас все-таки есть разные мышечные волокна, которые по-разному реагируют на разную работу. Сейчас не буду далеко углубляться, да, и раскрывать, но не хватит просто времени на это. То есть, нам нужно два вида тренировок. Первая тренировка – классическая качковая программа, когда количество повторений от 6 до 12. Последние повторения у нас должны идти уже довольно-таки тяжело, но что сейчас хочу сказать, что хоккеисту отказные подходы для развития гипографии, они не нужны. Нужен подход, у которого есть, допустим, два, как минимум одно, а лучше два повторения в резерве. То есть, это что значит? Он работает, жмет как он, куштанит, наседает, чувствует, ну вот еще раз-два и все, остановлюсь, больше не смогу. Значит, все, этого достаточно. И в связи с этим вы должны подбирать вес, с которым вы занимаетесь со спортсменом. 6-12 повторений, довольно-таки хорошая нагрузка, но здесь не должно быть потери скорости, не должен быть полный отказ. Режим работы – очень важный момент. Опять же, последние научные данные говорят о том, что уступающее движение, оно не менее важно, чем преодолевающее. Режим работы 3-1, 4-1 является самым эффективным для набора мышечной массы, для развития силы. То есть, что это значит? Когда мы, допустим, опять берем железку и на счет 3 – раз, два, три, хоп, на раз делаем выжим. Или раз, два, три, четыре и выжим. То есть, вот эти два режима, они самые эффективные, да, то есть, это совершенно другие ощущения, чем когда человек берет и начинает просто так жать. Что мы получаем за счет того, что мы работаем в таком тайминге время поднагрузки? Четкое время поднагрузки. Для того, чтобы получить так называемый метаболический фактор развития гипертрофии, нам нужно время поднагрузки, когда мышцы всегда находятся в этом режиме. И вот посчитайте просто-напросто, да, для ровного счета. Если у нас 8, давайте 10, возьмем повторение, режим работы. 1-3, 4 секунды на 10, 40 секунд. Выше крыши. То есть, 8 повторений будет на 4 секунды больше, это 32 секунды. Супер. То есть, нам нужно 30-40 секунд держать мышцу в напряжении, как в эксцентрической, так и в эксцентрической фазе. Естественно, концентрическая фаза, то есть выжимная, она должна быть довольно-таки мощной. Здесь движение, особенно мы спортсмены, которым нужна все-таки мощь для разгибания. Но нам нужно стараться как можно мощнее делать концентрическую фазу. Второй способ увеличить мышцы, да, это вот был первый классический качковый, 6-12, в плане количества подходов. То есть, начинает все уже работать с первого, да. Ну, 2 лучше, чем 1, 3 лучше, чем 2, 4 лучше, чем 3. А вот дальше там уже идут, как правило, небольшие прибавки. То есть, вроде как 5-6 лучше, чем 4, но уже ненамного. 7-8, возможно, уже ничего не поменяет. А если вы уйдете за 11-12, можете даже получить какие-то негативные вещи. То есть, если вы делаете от 3 до 6 подходов, вы можете точно быть спокойными, что вы получите хорошую прибавку в гипертрофии, да, с таким объемом. Опять же, что касается недельного цикла, 2 тренировки в неделю считается здесь, ну, довольно-таки оптимальным показатель. Можно 3, но чуть-чуть, значит, объем одной тренировочной сессии уменьшать. То есть, нам нужен объем, определенное движение, да, за неделю тоже. Можно разбить это на 2 тренировки, можно на 3. Можно теоретически засунуть его в одну, но тогда тренировка будет долгая, да, и у вас человек там будет 2-3 часа в семьючечную группу прорабатывать, делать этот недельный объем там из 6-8 подходов, ну, это очень тяжело, и на практике практически так никто не делает. Итак, с гипертрофией все, я думаю, тут понятно. Дальше, сила мышцы. Самым лучшим фактором для метода развития силы, это все-таки, кто бы что ни говорил, это является работа с весом. Для того, чтобы научить мышцу рекрутировать все, нужно повесить вес и стараться преодолевать его для того, чтобы мозг ваш заставлял ваш организм доставать свой резерв, который ему есть. То есть это дополнительные мышечные единицы, да, дополнительные движки включают. Вес – это лучший способ это сделать. Просто-напросто для того, чтобы начать работу с весом, сырье, мы должны провести огромный объем работы для того, чтобы поставить технику. Даже банально жать штангу надо с правильной техникой. Приседать надо с правильной техникой. В этом плане я могу порекомендовать. Очень шикарный есть труд. Я уже его упоминал. Есть переведенная на русский язык книжка, называется «Приросший в стулу встань и иди». Там довольно-таки хорошо все расписано. А его более такой фундаментальный труд называется «Стань гибким леопардом». Он является бестселлером в Северной Америке. Но он только есть на английском языке. Так что у кого есть возможность читать на английском, естественно, берите сразу же «Леопарда» и читайте. У кого нет возможности хотя бы вот эту книжку нужно прочитать, у вас сформируется понимание, как правильно работать в основных актах движения для наших человечеств. Таких как жимы, как тяги, приседы, наклоны. В хоккее все это присутствует, все это нужно делать просто с определенными дайдами. Итак, начинать, кстати, вот ставить технику, что касается детского хоккея. Нужно с самого равного возраста. Как только мы понимаем, что человек у вас воспринимает упражнение, он воспринимает показ, рассказ, все, мы начинаем работать с техникой поседания, отжиманий, подтягиваний. Да, подтягивания изначально можно заменять на облегченные, да, то есть когда ноги на полу, то бензинка помогает потянуться, кризонтальные подтягивания, всевозможные, опять же, наклоны, выпады. Пожалуйста, все у вас в руках. То есть не травмируйте опорно-двигательный аппарат. В первую очередь делайте доступность упражнения, получаете адекватную технику и работаете с любого возраста. Нет проблем. Потому что приседания, отжимания, пресс все делают с раннего детства, только плохо сидят в основном за технику. Вроде делают, а с техникой есть большие вопросы. Итак, сила мышцы. Технику поставили. Вес 70-90% от максимума можно будет. Режим работы, опять же, 3-1-3-4-1 в плане уступающего, преодолевающего движения. Но количество повторений вот здесь должно быть 2-6. Здесь никакой усталости, когда мы доработаем на силу, не должно быть. Здесь не должно быть метаболического фактора, фактора выкисления. Мы здесь его убираем, тренируем только нервно-мышечный аппарат. Возможность рекрутировать все, возможность включить всю нашу мышцу в работу. Подходов таких, может быть, за упражнение уже, в принципе, побольше, да, то есть 5 по 5, 6 по 6, может быть, даже если там какая-то ступенька с прогрессией веса, то есть так называемая пирамидка, да. Методов этих очень много. Все они рабочие, каждый использует что-то свое, в зависимости от того, как нужно организовать, например, по инвентарям, как реагирует спортсмен какой-то конкретно, да, на все это. То есть методов этих много, но суть простая. Нужен вес, нужно преодолеть вес, при этом не закислиться и быть свежим к следующему подходу. То есть между подходами у вас должна быть хорошая пауза. Человек должен подходить для того, чтобы взять вес, да, и поработать с ним свежим. Во-первых, для того, чтобы травмы не получили, во-вторых, для того, чтобы все-таки наши мозги могли действительно включаться, быть готовы к этой работе. Таких тренировок, опять же, порядка двух в неделю вполне достаточно. Но это все идет уже после того, как мы мышцу сделали хороший объем, после того, как этот объем нас устраивает. Поэтому, естественно, с детьми, конкретно силовой работой, вот именно такой силовой работой, работать-то и считается, что нельзя, да, а нельзя только именно в большом месте. С силовой работой в виде приседаний, джемманий и так далее, я уже еще раз повторюсь, можно работать в его практически возрасте, как столько они нас все это все воспринимают. Следующее, мощность мышц. Я уже говорил, мощность это что? Это когда мы силен подключаем фактор времени. Скорость. Тут мы тренируем то, чтобы не то, что научились уже рекрутировать, а чтобы наш мозг, как максимальное количество импульсов, резче и мощнее посылал. То есть, чтобы мы рекрутировали все, но все очень быстро. Что у нас для этого? Есть два варианта, какой метод мы можем использовать, да. Берем сейчас ноги, это классические прыжки. Раз. Но прыжки нам нужны здесь какие? Это мы уже идем, да, по поводу биомеханического фактора, да, в виде функциональной системы. Запрыгивать, спрыгивать на тумбочку с прямыми ногами и подтягивая колени, так и перепрыгивать барьер, когда человек не сгибает колено, да, приземляется на носочки и резко прыгает. Видите, это не хоккей. При беге, да, когда мы бежим в 100 метровку, там нет сгибания в колени сильного. Там за счет энергии и круглой деформации человек применяет бешевые усилия, там порядка 400 килограмм, но делает это очень-очень быстро. В хоккее угол в колене гораздо меньше, фаза отталкивания гораздо дольше. Следующая тема, у нас это будет бег. В хоккей мы это очень детально все разберем. Так вот, для того, чтобы прыгать хоккеистом, нам нужен более маленький угол. То есть нам нужен угол хоккейной посадки. Да, это не 90 градусов, это еще меньше между бедром и голенью, это 90 градусов между бедром и вертикалью опущенной в топоре, да. И прыжки нам нужно делать естественно с этим углом. То есть если мы запрыгиваем на тумбу, нам надо опуститься сначала в этот угол, а потом взлететь на нее. А возможно, что мы еще раз взлетели вверх. Если мы делаем коньковые прыжки, естественно, надо уходить в коньковом прыжке на угол, нам нужно их и потом взлетать. То, что касается корпуса, то есть работа вот этой взрывной, классический пример – это все виды метания. Броски мяча от груди, сбоку, слева, справа, одной рукой, вверх, в пол. Этот набор позволяет включить такую же, как бы, как плеометрику, да. То есть максимально мощное движение с небольшим отягощением, то с максимальной скоростью. Тут мы сразу же включаем в работу все вместе – и мышцы корпуса, и мышцы рук. Это первый вариант. То есть прыжки, броски мяча. Второй вариант, что мы, по сути, можем сделать здесь для того, чтобы выработать мощность – это добавить чуть-чуть больше веса, но оставить задачу такую же. Естественно, у нас не получится разогнать очень сильно, да, как бросок мяча, как прыжок. Но для нашего организма требования останутся одни и те же. Максимальное количество импульсов для пультирования мышечных повод. То есть что это такое? Это, в принципе, вся тяжелая атлетика. Подрывы, толчки, выпады какие-то. Но здесь единственное, что хочется сказать, вся тяжелая атлетика, в принципе, она работает, но все-таки для хоккея надо дорабатывать, да. У нас в хоккее нет очень мало таких прямых движений, у нас какие-то движения все-таки с толчком в сторону, с вращением бедра. Толчка вверх у нас в игре тоже нет, да. Толчки от себя, они идут как больше вниз, чем как-то вперед, да. То есть мы возьмем, опять же, боксера, если у боксера, у него, да, у него есть удары снизу, но если удары идет вверх, у него рука вылетает сюда. Хоккеист практически никого сюда не толкает, он толкает куда-то вниз. Знаете, опять же, нам нужно применить силу, когда мы что-то жмем вниз, как-то отталкиваем себя вниз. Да, если мы отжимаемся, у нас руки должны не здесь быть, руки должны быть ниже. То есть и когда мы вот вешаем определенный вес, но задачу оставляем все-таки делать это движение мы с максимальной скоростью, эффект остается тот же самый. То есть вот два момента. Либо прыгаем, бросаем мячи, либо берем железку с определенной нагрузкой, начинаем его как можно мощнее выталкивать, делать выпады с ней, приседать, подрывы, толчки. Набор упражнений очень большой, можно выбирать сами. Сами эти упражнения сейчас, пожалуйста, в интернете можно накопать огромное количество. Это то, что касается мощности. Естественно, лед, да, когда мы выходим на лед, это все должно переноситься туда, то есть максимальный темп передвижения на льду, максимальное требование к ускорению, чтобы все это переносилось на лед. Чтобы не было такого, в зале отработали, взорвались, и на лед пришли, и все варкатали. Естественно, лед в этом плане не первостепенно. Как говорил один известный древнер, с земли шайбы не забьешь. Здесь есть правда в этих словах. Итак, мощность разобрали. Далее идет выносливость мышечная. Мышечная выносливость, тут есть в основном два фактора, которые на данном временном этапе, допустим, я принимаю, я использую, я осознаю, что это не доработает. Во-первых, мышечная выносливость зависит от количества, от возможности мышцы по потреблению кислорода в момент закисления. Про что мы еще проще сказать? То есть просто возможность мышцы потреблять кислород. Потреблять кислород мышцы могут только метахондрии, энергетические станции клеток. То есть если у нас много метахондрии, мышца может потреблять кислород. Если у нас мало, мышца не может потреблять кислород. И даже больше скажу, тут надо смотреть не то, что на мышцы, а на волокно. То есть надо думать здесь и размышлять не на уровне мышцы, а на уровне мышечного волокна, потому что в одной мышце могут быть как волокна с большим количеством, метахондрии, и с высоким уровнем потребления кислорода, так и с маленькими, так называемые окислительные глипидические мышечные волокна. Еще часть будет смешанной, переходной. И наша задача, как тренера, сделать так, чтобы количество окислительных волокон в мышце было как можно больше. А для того, чтобы развивать окислительные мышечные волокна, мы должны стимулировать развитие и рост митохондрии, реальной массы. Растет митохондрия только тогда, когда она потребляет кислород. То есть она получает стимулы для развития, и она начинает расти, 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 становится больше. Она превращается в такое, как болото, которое заливает всю миофибрилу, и она получается очень-очень хорошо восприимчив к кислороду и практически не утомляет. Для того, чтобы, опять же, они начали расти, нам нужно что сделать? Активировать мышцы. Если мы активируем окислительные мышечные волокна, они у нас, в принципе, и так не утомляемые, но мы хотим их сделать еще больше, да, то нам нужно очень длительная аэробная работа. Аэробная работа с пульсом до аэробного порога, когда эти волокна очень долго-долго-долго-долго работают. Для хоккеиста такой работы, по большому счету, может быть, многое не нужно, да, нужно только на начальном этапе, потому что сам хоккеин, по большому счету, и так возглавит на хорошем уровне части этих мышечных волокн. Затем у нас идет определенная доля промежуточных мышечных волокн, где уже запасный тахон ременьший, да, но порог активации у них лучше. Для этого мы уже переходим на работу под уровнем аэробного порога, то есть лезем туда под порог, начало скисления. И стараемся на нем уже поработать. Это уже довольно-таки более интенсивная работа, да, она может быть как интервальная, так и гладкая, там, порядка полчаса. Наша задача – подвести людей под момент записывания. Это сложно сделать, не тестируя людей, но, в принципе, моделируя и понимая двигательную функциональную систему, теоретически такие тренировки можно составлять без данных тестирований. То есть в момент, когда человек начинает активно очень дышать, значит, он заезжает за порог. Увидели, что он начал активно дышать, подержали в этом какое-то время, это уже должны представлять себе, да, что он заехал за порог, там побывал. И последнее, естественно, для того, чтобы активировать все гликолитические, как правило, гликолитические, да, с маленьким количеством митохондридов, это у нас высокопороговые мышечные единицы, нам нужны максимальные усилия. На максимальных усилиях долго отработать невозможно, да, это, ну, в принципе, это нереально сделать, это раз, а во-вторых, если вы будете долго держать гликолитические поднагрузки, они допислятся так, что получится, скорее всего, больше выдачным пользователям. Больше 32 секунд, это показатели, если не ошибаюсь, как у биохимик Волкова, в принципе, тренировка не имеет смысла, если она действительно выполняется на максимальную силу. Если кто-нибудь когда-нибудь сдавал тест венгейте на велосипеде, когда 30 секунд и в полную, тот имеет представление о том, какие это ощущения. Вроде бы кажется 30 секунд, но до тошноты, серьезно. Голова кружится, люди с велика падают после этого, кто не очень хорошо готов. Если, еще раз повторюсь, это реально максимальная интенсивность. Если интенсивность, она не максимальная, естественно, это многостатургия. То есть для того, чтобы сделать гликолитические волокна более окислительными, насыдить митофондрии, нужно что делать? Нужно включить их в работу, чуть-чуть подержать их, а потом отпустить. Какое-то количество митофондрии там все равно есть, они получают стимулы для развития, но развиваются они не в момент нашего ускорения интенсивной работы, а в момент паузы. Там происходит ресинтез креатинфосфата, основная часть за счет гликолиза, естественно, за счет того, что на коробке сработает, изкисление не сильное, а вот часть митофондрии, которая там есть, она, естественно, будет потреблять кислород и будет развиваться. То есть сделать мышцу выносливее за счет работы вот в этих, так скажем, трех зонах до аэробного порога, до аэробного порога, ближе уже к аэробному порогу и уже максимальная интенсивность с хорошей паузой. Этим моментом мы будем нарабатывать именно реальную массу, чтобы развивать, не изменяясь в локальную мышечную выносливость. Второй момент, который сейчас относительно недавно мне запал на глаза, вот в плане исследований, когда спортсмены работают на силовую выносливость, то есть простой пример, взяли штангу и начинаем с ней приседать 30 секунд, может больше, может 30 повторений, то есть довольно-таки так хорошо закисляться, чувствуют жжение в мышцах. И потом что делают? Делают исследование, удирают кусок мышцы, то есть биопсию и смотрят, а изменений там каких-то глобальных нет. Но работу потом этот спортсмен такого плана может выполнять дольше. Вес может вешать потихонечку больше, но изменений там глобальных, опять же повторюсь, нет. И приходит к выводу, что человек просто действительно, как вот банально раньше писали, он просто учится терпеть. То есть наш мозг, когда впервые получает какую-то бешеную нагрузку, у него идет очень резкая реакция, и он сразу говорит, стой, 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 притормози, и начинает останавливать человека, спортсмена. Ему кажется, все, он не бежит. А когда это время от времени, вы даете такую нагрузку, довольно-таки тяжелую, при которой мышцы у вас горят, ну дозировано все. Уходить туда к минусе не надо, это 30-40 секунд, 45 максимум. Мышцы у вас горят, мозг воспринимает все-таки, да, это уже более спокойно, и нет резкого сигнала остановить работу. Это вот то, что касается выноса мышц. То есть один факт патахондрии развиваем, другое мы просто адаптируем в нашем мозге к состоянию усталости в нашем мышце. Это то, что касается выносливости мышц. Шестое, адекватное вегетативное обслуживание, то есть работа сердца. Вот смотрите, здесь тоже интересный момент. Многие бегают просто, многие пытаются именно развивать сердце, но, как правило, уже, наверное, к 16-18 годам, ближе к 17, наверное, в основном все хоккеисты имеют сердца, которые по уровню гипертрофии позволяют им спокойно обслуживать всю их мышечную массу. То есть гипертрофия, она смешанная, не только всегда у хоккеистов, она как растягивается сердце, немножко так и воплощается с тем, потому что характер работы смешанный. Ну и, в принципе, такая игра, как хоккей, она обеспечивает очень серьезный венозный возврат. Что такое значит венозный возврат? Это из наших мышц вводится огромное количество крови в сердце, и наполняемость сердца, она очень большая, когда мы играем в хоккей, то сердце растягивается очень мощно при игре в хоккей. Бой лучшего упражнения в большом счете не придумаешь. И в чем тут есть гениальность, можно сказать, многие по-разному относятся к кровичу Воробьеву, но был один из первых, убрал бег, как интервальный, так и кроссовый, сделал большой объем работы на льду, и его команды всегда отличались очень хорошей способностью. То есть он уже тогда понял, да, что сердце можно тренировать и на льду. А вот мышечные группы, основные двигатели, на земле так не реируешь, как на льду. Поэтому в период предсезонки вот эти большие объемы ледовые, они гораздо полезнее, чем какой-то кросс, еще какая-то другая работа на льду. Если у вас нет возможности долго кататься на льду, хотя бы нужны тогда велосипеды, они ближе к сердцу, там можно заставить работать тоже как угодно. А мышечные группы, основные двигатели, они будут работать те, которые нам надо, то есть череглавые ягодицы на велосипеде активируются при беге. Все-таки там микроножная задняя поверхность бедра и ягодицы – это самое главное. И еще раз повторюсь, то есть цифры, показатели вегетативного обслуживания, они должны просто адекватно. 40 мл потребления кислорода на килограмм массы тела в момент закисления позволяют говорить о том, что человек готов в плане умножения. Это как и мышечные, так и работа сердца. Естественно, работа сердца медики уже, больше медикам они смотрят отдельно, там можно посмотреть ударный объем. Но, как правило, как правило, у нас, наверное, на 100 человек только лишь один, у которого показатели сердца, в плане пульта, они его тормозят. У него максимальный пульс по 218 в конце работы. Вот у этого человека действительно сердце может его тормозить. То есть ему рекомендована какая-то длительная аэробная нагрузка, чтобы увеличить объем желудочков для того, чтобы сердце работало более экономично. И то, возможно, это еще молодой парень, 18 лет. Со временем что-то и само по себе поменяется. Так что дополнительно, очень сильно, так скажем, тренировать, развивать систему вегетативного обслуживания, ну, смысла нет. Работа на льду, правильная работа, построенная на льду, это очень хорошее интервальное тренирование. А тот же кросс можно хорошо заменить аэробным хоккеем. То есть хоккеем относительно низкой интенсивности, но без смен, когда люди играют. Это гораздо полезнее. Это то, что касается вегетативного обслуживания. Состав тела, тут по большому счету, все понятно. Человек не должен быть жирным, для этого нужно просто освоить ему культуру питания, понять, что нужно есть, что не нужно есть. Информации, опять же, по этому вопросу в интернете очень много. Заходите, смотрите, что нужно хоккеисту, что не нужно. Если что, в дальнейшем в плане вопроса можете задать себя более детально. Ну и восьмое, восьмой фактор – мобильность суставов. То есть, да, тут тоже ничего нового не придумываю, что касается просто банального такого слова, как гибкость. Просто сейчас мобильность, наверное, более такой информативной. То есть, если у нас есть хороший объем движения в тазобедренном суставе, у нас нет дополнительных ограничений. То есть, да, мы не тратим дополнительные усилия, чтобы сделать для какой-то мощный толчок с выпрямлением ноги. Мы не тратим дополнительных усилий, чтобы сесть вниз. Мы приучаем работать наши мышцы с хорошей амплитудой. То же самое касается плечевого сустава. То есть, хороший объем движения не создает дополнительных ограничений, которые нам нужно будет преодолевать в такой сложной техническом плане игре, как хоккей. Если это движение у нас проходит легко, мы не тратим дополнительных усилий. Если мы не тратим дополнительных усилий, у нас остается резерв в плане мощности и выносливости. То, что касается мобильности в плане сустава, я еще раз сейчас пройдусь и расскажу. То есть, наше тело устроено таким образом, что каждый сустав, он идет ступеньками. Один мобильный, другой стабильный. Один мобильный, другой стабильный. То есть, что у нас получается? Первое. Снизу начинаем, длинностопный сустав. Максимальная мобильность во всех плоскостях. Как сгибаться? Разгибаться, отводиться, приводиться, да, и поворачиваться, то есть, делать ротацию. Максимальный объем движения. Дальше колено. Колено должно быть максимально стабильным. То есть, оно у нас сгибается только. Разгибается, разгибается. Никаких движений в нем внутрь, наружу, по крайней мере, произвольных, быть не должно. То есть, развивать какое-то движение в колене не нужно. Нужно стабилизировать его максимально за счет увеличения объема мышечной массы, выполнения стабилизационных упражнений, которые позволят держать колено на месте. То есть, вот эти мышцы вокруг, все приводящие, выкручивающие мышцы, ну, и ротацию, которые создают, они должны за счет правильных упражнений быть в хорошем тонусе для того, чтобы колено было стабильным. Дальше у нас идет тазобедренный сустав. Опять же, максимальная мобильность. Стопа – мобильность, колено – стабильность, тазобедренный – опять мобильность. Это, опять же, набор технических элементов на льду, таких как кораблик. Для того, чтобы сделать кораблик, спокойно встать, нам нужно шикарное разведение. Для того, чтобы сделать мощный толчок в сторону, опять же, объем движения должен быть хорошим в приводе. Для того, чтобы на перебежке толкнуться мощно под себя, внешним ядром лезвым толка, нам нужно, чтобы наша ягодица, ягодичная мышца не мешала это делать. Тоже она должна быть довольно-таки эластичной. Во всех направлениях объем движения тазобедренного сустава должен быть максимальный. Дальше поясничный отдел. Опять же, по ступеньке идем – это стабильное отдел. Тут никакого дополнительного движения при наших основных упражнениях быть не должно. Максимальная стабильность в этом отделе для этого как раз укрепляют поясницы. Название столбы появляется у человека, которые позволяют держать этот отдел позвоночника в стабильном положении. А вот дальше грудной отдел должен быть максимально мобильным. Все повороты корпуса, плечевого пояса, определенные какие-то наклоны можно делать с движением в этом отделе. Стараться его мобилизовать, как работая с роллом, так делать всевозможные погибания, разгибания, скручивания, но скручивания без движения в поясничном отделе. То есть скручивание вообще очень такая тонкая вещь, если без знания дела лучше их вообще не применять. Дальше у нас идет грудной отдел, шейный отдел максимальной стабильности. Понятно, у нас есть повороты головы, но какие-то вот эти максимальные вращения и так далее, это не нужно. То есть у нас все должно крутиться вокруг стабильного позвоночника. Поворот есть, шея стабильный, поворот корпуса есть, при катании работа рук есть, шея всегда стабильна. То есть голова вверху, она стабильна, она такой поворот и делает влево, вправо и все. Да? Для этого специально хоккеисты, некоторые у которых есть проблемы с стрясениями, даже укрепляют специально, закачивают себе вот эти мышцы, чтобы усилить здесь каркас, чтобы голова не болталась с толкновенькой, чтобы стрясения было меньше. И дальше второе самое. Опять плечо у нас уходит на стабильность. Чем больше объем движения к плече, тем спокойнее мы делаем какое-то отведение при замахе, тем дальше мы можем дотянуться спокойно за шайбой, выбить шайбу на большем расстоянии и так далее и тому подобное. То есть, что касается мобильности, надо понимать, да, какой сустав, какой мобилен, какой стабилен. Естественно, стабильные суставы надо дополнительно стабилизировать. Для этого есть свой набор упражнений. Мобильные суставы, наоборот, дополнительно работают над их мобильностью. Для этого есть свой набор упражнений. Вот как раз в этих двух книгах Келли Старрета вот это все очень хорошо описано. Сейчас к этому не будем об этом более плотно разговаривать. У кого есть желание, можно посмотреть, почитать и довольно-таки хорошо, понятно, доступно все объяснено. Так что вот, еще раз резюмируя, да, для того, чтобы готовить спортсмены в любом виде спорта, нам нужно понимать двигательную функциональную систему. Для работоспособности в хоккее у нас есть 8 факторов, лимитирующих его работоспособность. Техника, объем мышцы, сила мышцы, мощность мышцы, выносливость мышцы, адекватное вегетативное обслуживание, объем движения, и, в принципе, все. По большому счету, наверное, на этом мой монолог. Я закончу, да, и хотелось бы услышать, наверное, какие-то вопросы, которые либо по ходу возникли, либо которые заранее подготовили, готов на них отвечать. Уважаемые наши слушатели, если у вас есть вопрос, вы можете самостоятельно включить себе микрофон и задать его Сергею Валентиновичу, либо написать в чате. Сергей Валентинович, такой вопрос. Вот сила мышцы, физической подготовки, да, такая рекомендация, две тренировки в неделю достаточно. Да. А что касается тренировок на мощность, вот прыжки, как часто их использовать? То же самое, что и касается силы, это по большому счету одного поля ягода, нервно-мышечный фактор. Одна тренировка в неделю как тонизирующую можно оставлять, да, две тренировки это уже хорошая развивающая нагрузка. То есть, если мы говорим о том, что у нас сегодня конкретная тренировка над мощностью, ну, прыгаем, да, например, объем прыжков даем, то есть, таких тренировок выделенных должно быть две, максимум три. Как правило, двух хватает, то есть третья тренировка уже не дает большой приват. Здесь единственное, нужно что понимать, да, эта тренировка, она должна, не должна доводиться до усталости. То есть, прыжков за серию должно быть 30-20, да даже по большому счету 10-много. Как правило, уже там 4-6 прыжков, но мощных, с хороших углов, они дают эффект хороший. То есть, там, кислый, он не должен на них уставать, он должен каждый прыжок прыгать максимально высоко, максимально далеко, это все видно, да, как только у него теряется мощность в этом прыжке, мы это видим, все, этот момент означает о том, что тренировку для этого качества развития надо прекращать. Спасибо. Пожалуйста. Еще. кто-то пытается что-то сказать, нет? Да, есть вопрос с гибкостью, каким способом ее развивать, как часто делать упражнения и так далее. Я еще раз повторюсь, вот возьмите, найдите книжку Керри Старек, «Перосший к стулу, стань и иди». Она есть в бесплатном, свободном доступе в PDF или в интернете. Там очень четко все описано. Как правильно, что делать, как мобилизовать каждый сустав, как правильно выстроить организацию, да, по поводу, каким сегментом, сколько уделять времени, какие методики применять. Понимаете, я просто очень долго сейчас рассказываю, да, по-хорошему, чтобы, допустим, мы берем тазобедренный сустав, сейчас конкретно примерно я вам приведу, да, у нас есть определенные ограничители в этом движении. В основном, как правило, это мышцы, а еще больше, там, миофасциальные такие снипания, которые у нас есть, которые не дают тканям между собой спокойно скользить. Как правило, соединительная ткань, она меньше ограничивает. Но с ней работать гораздо сложнее. То есть наша задача убрать сначала внутримышечные ограничения, а это что? Это миофасциальные релизы. Это работа с роллами, валиками, массаж, самомассаж, всевозможные сейчас пистолеты, это новомодная вещь, которую хоккеисты любят делать, да? То есть вот это все делается для того, чтобы мобилизовать внутри мышечные компоненты. Когда мы это все мобилизовали, мы приступаем, мы приступаем уже к классической растяжке мышц, да? Конкретно тазобедренный сустав, там есть свои упражнения, там они по-разному называются, лучше на них смотреть, да? И понимать, что мы делаем. То есть растягивая как большую ягодичную, среднюю ягодичную, душевидную мышцу, то есть все мышцы, которые вокруг обволакивают наш сустав. спереди это подвздошно-поясничная мышца, ее тоже нужно делать эластичной, чтобы она не перенапрягалась. Для этого есть свои упражнения. И другой компонент еще есть такая определенная методика, когда мы за счет того, что мы пытаемся вытянуть как бы сустав из суставной капсулы, ну, в разумных пределах, да? Мы пытаемся мобилизовать изнутри, как бы, да? То есть так мы снаружи давим на мышцу и тянем ее как бы снаружи, а так мы изнутри начинаем пытаться вытянуть ее и за счет этого увеличить мобильность. То есть это мы берем один сустав. И так мы прорабатываем все суставы, которые требуют мобильности. Еще раз повторюсь, посмотрите вот эту книжку, найдите, не поленитесь в интернете, там классно все описано. Если вы ее прочитаете, там вообще много пользы даже не только для хоккеиста, для спортсменов, просто для простого человека. Потому что у нас за счет сидячего образа жизни, у нас формируется очень много зажатостей, особенно что касается как раз тазобедренного сустава и поясницы. Потому что мы сидим на какой точке? Естественно, на негодициях постоянно. Они у нас все время, они не предназначены для того, чтобы сидеть. Они предназначены для того, чтобы ходить, либо отдыхать, лежать. И поэтому вот эта дисфункция, она у любого человека сейчас, потому что сидячий образ жизни у нас ничего хорошего на тревоге. Посмотрите, будет шикарно для вас, я думаю, если вы хотите разобраться с вопросом гилькости. Спасибо. У кого-то еще есть вопросы? Прочитайте, пожалуйста, сегодня уже ваше отношение к пистолетикам. Насколько полезно, либо наоборот? Смотрите по поводу пистолетика. В принципе, если человек может его сделать, если его объем движения позволяет, там никакой проблемы нет. Единственное, что, есть даже такой тест пистолета, так называемый, но, в общем, самое интересное, да, приседает, и все думают, что вот этот тест, там показывает коленный сустав, то заберем, да, не выйдет совершенно не так. Если человек может сесть в пистолетик, да, без помощи со стороны, ни за что не интересно, просто показывает, что объем движения его в голеностопе позволяет ему это сделать. Понимаете, вот как парадокс вроде, но вот именно это лимитирует. Это как тест можно применить любому человеку. Я, допустим, пистолетик делать в принципе не могу, мне надо держаться, да, но это не значит, что я не могу потом на льду быстро придвигаться, да, это я просто понимаю, что это меня ограничивает, мне нужно мобилизовать мой голеностоп, то есть поработать над мобильностью. А тренироваться конкретно упражнением пистолет, где есть опускание полностью ягодицы в пол, я не вижу смысла. Во-первых, потому что у хоккеиста приседания в пол в принципе нет, у него минимальный угол, да, это когда, я уже повторюсь еще раз, бедро параллельно поверхности, параллельно в ду или параллельно полу, то есть и приседать на одной ноге ему лучше до этой параллели. Это раз. Во-вторых, когда делается вот там тест, там называют, так называемый идет клевок таза. Спина в идеале в любом упражнении, она должна быть полностью от шеи до таза на одной линии. А когда мы делаем пистолетотест, у нас, как покажу, нижняя точка, как бы ягодица, она, не знаю, вот у нас прямая линия, она начинает вот так задебаться. То есть наши ноги уходят под себя, вот так, да, у нас спина вот такая кривая, некрасивая получится. Вот когда мы тренируемся, вот этого лучше не делать. То есть клевок тазом, опять же, можете в интернет просто забить и посмотреть, клевок тазом, видео вылезет, будет объяснение, вы просто поймете, что это такое. В пистолетике эти клевки без него сделать практически невозможно. Но его лучше не делать. Поэтому, если мы говорим о приседаниях на одной ноге для физической нагрузки, для развития гипертрофии, там, мощности, то до параллели ведра с полом, вот, если это называть пистолетом, называть пистолетом, то есть такое приседание с таком объемом движения, это нормально. Если мы хотим кого-то протестировать, сможет ли он это сделать, посмотреть объем движения в голеностопе, то один раз присесть, ничего страшного не будет. То есть, как же так по поводу пистолетов? Спасибо большое. Очень подробно. И у нас второй вопрос есть в чате. Можете посоветовать упражнение для укрепления плечевого сустава? По большому счету тут все относительно просто. плечо надо посмотреть, опять же, посмотреть двигательную функциональную систему плечевого сустава. Какие мышцы заставляет наш плечевой сустав двигаться? С одной стороны, и они же будут заставлять его стабилизировать, потому что они вокруг все находятся. В первую очередь, грудная мышца, она хоть и идет здесь, да, заставляет его двигаться, она находится немножко далеко от сустава, то есть, конкретно грудную качать, но она просто должна быть тоже адекватная. Самое главное, здесь, это дельтовидная мышца, которая состоит из трех пучков, да, первый у нас находится здесь спереди, второй, это чисто сбоку, и третий он находится сзади, да, здесь у нас еще трапеция, вот дельтовидная мышца, она самая главная. Вот эти три пучка, они работают по-разному немножко, в зависимости от того, что мы делаем. То есть, чтобы укрепить передний пучок, нам нужно что сделать? Просто поднимать руку вверх, и желательно поднимать ее вверх и чуть-чуть по диагонали. Вы сразу же можете почувствовать, да, как у вас эта мышца напрягается. Взяли бутылку с водой, сделали снизу движение, почувствовали напряжение, значит, сделали все правильно. Второй момент, это отведение четко в сторону, да, вот сюда. Опять же, единственный момент, старайтесь при этом делать как-никак культуристы, они стараются разворачивать внутрь, сделать внутреннее вращение, разворачивать на руке. Если у вас кувшин с водой, да, представьте, то есть идет отведение, кувшин, вода не выливается. Вот такие отведения, они как раз позволяют включить, не травмируя сустав, среднюю дельту. И задняя дельта, то есть, любая тяга назад, она включает заднюю дельту, за счет тяги. И два момента, это вращение еще обязательно нужно подключать, это вращение как внешне, сюда, да, оно может быть в таком положении, главное смотреть, чтобы угол в локте был всегда хорошим, то есть, такое вращение. И второе вращение, когда плечо у нас опущено, то есть, вращение наружу, вращение внутрь. Вот эти вот пять, да, компонентов, я примерно назвал, они уже позволят довольно-таки хорошо укрепить весь мышечный корсет, который отвечает за стабилизацию, за стабильность плечевого. Пожалуйста, вижу ответ, спасибо, было написано. Чем вы, кстати, будете делать, разницы нет, это может быть какая-то гантелька, это может быть резинка, это может быть всякий блок, не принципиально. Какого есть еще вопроса, не стесняйтесь, задавайте. Сергей, хотелось бы узнать, спросить о скорости силовой подготовки на льду. как часто ее использовать, какие методы, какие упражнения, что вы посоветуете и вообще все об этом хотелось бы. по большому счету любая тренировка на льду, она по сути является скоростью силовой, только с разной продолжительностью, по большому счету. Любое упражнение, даже один в ноль, оно длится хоть там буквально 4-5 секунд, оно должно делаться на максимальных скоростях, по сути, оно все равно будет скоростью силовой. У нас, в принципе, в общем, понимаем, скорость силовой работы это все-таки к 30 секунд. В этом плане классически является какая-то подворотная игра, где есть высокая интенсивность, большое количество смены направлений, плюс силовая борьба, плюс у защитников отборы, силовые приемы упадающих возможность атаковать ворота. И здесь самое главное зачем смотреть, чтобы интенсивность этого упражнения не падала. Если вы даете там тренера, вот давай там минуту, пускай они увозятся, но они увозятся 30 секунд, потом встают и начинается вот эта мышиная возня. Вот мышиной возни здесь не надо, это значит то, что все уже. Уровень возможностей ваших спортсменов он исчерпан. Начните с 15 секунд, потом 20, 30, 40, 50, и приходите до того момента, до которого они могут дойти. Другое здесь это умение игрока работать на фоне усталости, но это уже не развитие физическое, это развитие, так скажем, мозгов, он должен понимать, как управлять своим силом, когда половина тела уже отказала. Это тренировка не физического качества, психологического, морального, можно даже сказать. Такая тренировка, она должна быть редкой, она реально даже может испортить к киеве, то есть прибить его форму. А скоростная силовая работа, она должна быть дозирована, то есть она должна действительно выполняться с высокими параметрами силы, высокими параметрами скоростями. И вы, как педагог, вы должны отслеживать, сколько секунд конкретных задач и с каким упражнением ваши кисты могут выполнять действительно на приемлемой скорости, на приемлемой интенсивности. Какая пауза отдыха позволяет сделать им определенное количество повторений. То есть если вы даете паузу 30 секунд между такими подходами, они не восстановятся и не получатся интенсивности. То есть и здесь дозировки такой, ну понятно, дали 3 минуты, 5 минут паузы, они восстановятся, вопросов нет. Вам же нужна интенсивность в определенной авторировочном процессе. Но здесь ищите, подгоняйте, потому что упражнений много, да, даже вариантов челноков, если мы уж, мы по-простому приведем. Естественно, челнок это нескольственная силовая работа. Но можно бегать по 3 метра, можно делать по 5 метров, а можно всю поляну бегать. Это разные упражнения, которые будут с разной интенсивностью, да, отпрыг будет на организм, как разная интенсивность. Чем больше торможений, тем сложнее выполнять. Естественно, если бегать по прямой, можно там 25 секунд может быть бегать, да, и можно повторов много давать. А если это будет коронкий вот такой спринт, перемещение, там порядка 12-15 секунд, и у них как хоп, по щелчку, и все, ноги примем. Вот это все видно. Это все видно на льду. Так что, в зависимости от упражнения, подбираем как дозировку в плане одного подхода, так и количество этих всех повторений. А так, любая тренировка хоккеиста, по сути, это скоростная силовая работа. В принципе. Так что вот. Спасибо. И у нас еще один вопрос в чате. встречались ли вы с болью стоп внутри коньков? Может, знаете, как можно предотвратить? Ребята, ну, на начальном этапе у всех ноги болят, честно могу сказать. Честно могу сказать, потому что у вас что конек делает? Он зажимает стопу, сковывает мышцы, движение стопы там ограничивается. У вас она затекает, и она у вас начинает болеть. Когда вы долго не стоите на коньках, это всегда происходит. А чтобы это побыстрее убрать, надо после того, как вы потренировали, взять мячик для русского хоккея. Сейчас далеко ходить не надо, вот, чтобы типа такого. Да? Есть специальные массажные мячики просто прокатать стопу. То есть, прямо на него встать, вот представьте, что это стопа, и прокатать по всем направлениям сухожилия и мышечных. Полностью прокатали, где-то можно вот так придавить, прокрутить, естественно, сразу же снимется напряжение, потом поставить голеностоп к стенке растянуть чуть-чуть, и все. Больших рекомендаций здесь не надо. Есть ли какое-то определенное соотношение тренировок на земле и на льду к играм? Например, 4 тренировки и одна игра, или там 10 тренировок и одна игра. Как правильно. Если мы берем, например, возраст 14-18 лет. Вот смотрите, там же, ну, насколько я представляю, там все же наоборот. Там есть определенные социальные условия, которые вас ставят просто на рамки расписания. И вы под эти рамки расписания уже выстраиваете свою подготовку. Понимаете? То есть, не наоборот, вы же не можете прийти и сказать, так, все, вот у меня сегодня 4-1 мы работаем и так будем играть. Кто-то скажет, да нет, мы один весим. Или, да, давайте в турнир соберемся и сыграем 5 игр подряд. Такого же не бывает. Так что здесь как-то вопрос, немножко, честно говоря, некорректно поставлен. Если бы вы спросили о том, что вот если у меня через каждые 4 игры, через каждые 4 дня игры, тогда, да, то есть надо там посмотреть, расставить дни определенные, да, куда-то поставить силовую подготовку, куда-то подготовку такую развивающую в плане уносливости немножко, да, и за 2 дня уже подводить хоккеистов в игре. То есть тут надо конкретную задачу ставить, вопрос, он может и хороший, но очень и широкий. Если у вас есть конкретное понимание, вы скомпулируете его по временным рамкам. Потому что через 2 дня это одно, это 4, это другое, через 10, это вообще совершенно другое. Разные вещи. Ну это имелся в виду вопрос именно больше к организатору. Вот мы как организаторы проводим соревнования и можем сделать там 30 игр в сезоне, можем взять 60 игр в сезоне, но тогда сокращается вот именно вот самое главное, то есть тренировочный процесс. То есть вот и как определить правильное соотношение. То есть для возраста, например, 14 лет это 8 тренировок и одна игра, либо это 5 тренировок и одна игра. То есть в этом плане был вопрос. Ну смотрите, тут даже, наверное, больше как бы не ко мне вопрос. Во-первых, то, что касается именно вот этого вот распределения, как правильно распределить, это же больше момент по поводу, наверное, развития в плане техническом плане. Потому что если мы берем детей, да, мы работаем над физической подготовкой, это обязательно с ними всегда, но тут самая главная возможность научить их основным принципам игры в хоккее, основным техническим элементам. на земле мы работаем над техникой и просто стимулируем, да, вот это физическое развитие. Тут просто сколько времени остается от игр, так мы их и дополняем. Но, как правило, как правило, просто сейчас вспоминаю те программы, которые можно быть видел. То есть для детей больше там 35 игр практически, по-моему, никто не играет. А потом у них, что самое интересное, 16-17 лет и они, низшие юниорские лиги, они же играют уже очень много. Они играют уже по 80 игр плюс в леофф по сотню игр они играют. И вот это, как бы они вроде сначала немного, немного, до 14-15 лет порядка 30, а потом хлоп и сразу же 80. и все, и взрослый в хоккей пошел. Спасибо. То есть больше не от меня рекомендация, да, ну, от того, что я видел. Ну, 30-35 игр позволяют, вроде бы, игровую практику хорошую получить и что-то еще потренировать за сезон. Спасибо. И еще возвращаясь к вопросу по развитию силы. Вот наши тренеры, когда вот команда приходит, допустим, 18-летних ребят в зал, тренеры в основном дают нагрузку в одну тренировку как на верхнюю часть тела, так и на нижнюю часть тела. То есть они начинают одно упражнение грудь, другое спина, третье бицепс, четвертое ноги. Правильно ли это? Или это надо разделять? То есть сегодня мы делаем, развиваем, допустим, верхнюю часть тела, через два дня у нас тренировка на силу, мы развиваем нижнюю. Смотрите, здесь ответ грамотный, вопрос грамотный, но здесь нет однозначного ответа. Во-первых, последние данные говорят о том, что комплексная тренировка на все мышечные группы для спортсменов, не для качков. Она лучше работает, потому что стимулы для синтеза белка от такой тренировки больше, чем разделять. Но с другой стороны, если нам нужно дать объем больше все-таки на предсезонке или мы индивидуально со спортсменом работаем, то сделать 5-6 подходов на основные 7 вариантов движений, жимов, тяг и так далее, ну, это очень долго будет и очень тяжело будет. Поэтому, если у нас есть временные рамки, я так тоже на предсезонке делаю, да, я делю на мышечные группы, даже не на мышечные группы, а на варианты движений. И 3 движения мы тренируем в один день, 3 движения в другой день. Допустим, ноги, передняя цепь, задняя цепь и плечи мы тренируем в один день, тягу, жим и спину, допустим, мы тренируем в другой день. Все. И туда добавляются какие-то моменты на корпусе, стимулизации и все. То есть, можно и так, и так. Большой разницы, как показывает практика, исследования особо нет. И даже все-таки раздельная тренировка для спортсменов, она, вот если в общем брать, она хуже, чем общая. Чуть-чуть. Опять же, какие задачи стоят? То есть, глобальной разницы нет. В сезоне, естественно, когда нам нужно стимулировать все мышечные группы, мы идем только в общую тренировку. То есть, мы не там не делим ничего. Основные 4 упражнения есть, там, присед, становая, жим-тяга, плечи подкачали, и все. Все это все сразу. И так всегда идет. В предсезонке время есть, можно поделить, уделить внимание какой-то определенной зоне больше. Там в чате еще один вопрос всплывал. Да, подскажите упражнения на льду для развития быстроты. Ребят, то, что касается быстроты, в катании немножечко мы проходили, чтобы стать быстрее на льду, есть 5 факторов развития скорости. Во-первых, это техника катания. Это раз. То есть, надо технику, надо научиться кататься, чтобы стать быстрее на льду. Во-вторых, это те же факторы для ускорения, да, это объем мышцы, сила мышцы, мощность мышцы. И пятое, это, естественно, объем движения в суставах. Если есть объем движения в суставах, особенно в тазобедренном и коленостопном, у вас есть возможности к низкой посадке, если есть возможности к низкой посадке, есть возможности для длинного, широкого, мощного толчка при наличии хорошей мышечной массы, сильной и мощной. Понятно? То есть, для того, чтобы стать быстрее на льду, надо все 5 факторов развивать. А то, что касается на льду упражнений, ну, ребят, любые перемещения со средствами с резкой смены направления, это работа над скоростью. Старт по прямой, работа над скоростью. Перебежка в разные стороны со сменой направления, это работа над скоростью. Работа спиной, старт лицом, это работа над скоростью. Любое перемещение, это работа над скоростью. Все варианты, которые в хоккее могут быть, где нужно поменять направление, набрать скоростью, это работа над скоростью. Все очень просто. Посмотрите игру, выберите элементы, вставляйте их в упражнение на льду, да? Не требуйте максимальной скорости. Все. Только здесь надо понимать, что упражнение на скорость заканчивается, как правило, после пяти-шести сих пор. Дальше они начинают закисляться, теряют технику, это уже не скорость, это уже какая-то там скоростно-силовая работа, работа на выносливость, что угодно. Скорость должна быть не на фоне усталости должна тренироваться, должна на сверху тренироваться. Это самое главное. То есть, если вы провели полуторачасовую тренировку, а теперь, говорят, ребят, давайте-ка над скоростью поработаем, это не работа над скоростью. Работа над скоростью на сверху в начале. Размялись и требования к максимальной скорости. Просто, если хорошо организованная тренировка, делая один в ноль, это уже работа над скоростью. Требования поставьте, чтобы максимальный взрыв, какая-то унистка, какое-то перестроение и ускорение. Все. Спасибо. Что ж, если больше вопросов нет, мы будем заканчивать. Правильно? Да, окей, хорошо. Было приятно, что в этот раз было гораздо больше вопросов, тем более профиль для меня, честно скажу, более такой интересный, более с глубокими знаниями, чем катание на коньках. Так что, следующим нашим материалом будет материал под названием «Бег и хоккей». Там мы обсудим, какой вариант бега для хоккея приемлем, какой неприемлем. Разберем технические, как раз биомеханические характеристики бега на разных дистанциях и такие же характеристики на катание. Ну и определенные рекомендации по поводу применения всего того, что нужно в хоккее, что не нужно в хоккее. Так что вот, спасибо большое за внимание. Приятно было услышать хорошие вопросы. Количество вопросов в этот раз порадовало. Так что будем ждать всех на следующем сеансе. И до четверга. Единственное, что следующий, там в отличие от расписания, наверное, будет в 16 часов. В связи с изменением в моем тренировочном расписании придется немножко корректировать на 16. Отлично. Спасибо большое. Спасибо большое вам и до встречи в четверг в 16.00. Все, всех благ. Удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok